Всем привет! И это уже третье видео из серии роликов, посвященных теме pronouns, местоимения в английском языке. В этом видео я расскажу вам о группе, которая называется Reflective Pronouns, возвратные или возвратно-усилительные местоимения. В русском языке они переводятся в единственном числе как сам, сама, само, а во множественном как сами, они также могут переводиться как себе или себя. К примеру, такое предложение. Сделай это сам, то есть именно ты должен это сделать. В русском языке возвратные местоимения меняются по роду, сам, сама, само и по числу, сами, само. В английском же языке важно, какое местоимение стоит во главе угла, то есть важно, что или кто является подлежащим. Если подлежащим является слово I, я, то возвратное местоимение, которое потребляется с ним в одном предложении, будет звучать как myself. I'll do it myself. Я это сделаю сам. В предложении, где подлежащим является you, в единственном числе, в значении ты, возвратным местоимением является yourself. You do it yourself. Ты должен сделать это сам. Yourself также употребляется в повелительном наклонении, в предложениях, которые и так адресованы второму лицу, то есть тебе, к примеру. Сделай это сам, будет звучать как do it yourself. С подлежащим he мы употребляем форму возвратного местоимения himself. He built his house himself. Он построил свой дом сам. She cooked the cake herself. Она приготовила торт сама. It's getting to the house itself. Он сам пробрался в дом. Во множественном числе, для местоимения we, мы, возвратным местоимением будет местоимение ourselves. We are going to visit him ourselves. Мы сами собираемся его навестить. They употребляются с возвратным местоимением themselves. They will clean the place to themselves. Они сами здесь приберутся. А вот местоимение you во множественном числе употребляется с возвратным местоимением yourselves. В отличие от формы для единственного числа, который звучит yourself. То есть смотрите, о чем я. Если мы говорим, сделай это сам, мы говорим do it yourself. А если мы говорим вы, сделайте это сами. You do it yourselves. То есть это тот самый случай, когда мы слышим разницу между употреблением местоимения you во множественном или в единственном числе. Но для того, чтобы правильно поставить форму, нам нужно понимать, обращаемся мы к одному человеку или к группе лиц. Еще раз все формы. Форма для I. Myself. You. Yourself. He. Himself. She. Herself. It. Itself. Множественное число. We. Ourselves. You. Yourselves. They. Themselves. В описании к видео обязательно посмотрите примеры употребления возвратных местоимений, для того, чтобы вам понятней была тема. Подписывайтесь на меня, если еще не подписались и ждите новых видео. Пока.